Итак, первая лекция нашего курса «Короче современности», собственно, посвящена феномену современности. Что же это такое и почему, когда мы говорим о современности, мы рассматриваем явления, которые связаны с периодом 100-летней давности, то есть мы начинаем с рассмотрения периода рубежа 19-20 века. Сама современность начинается значительно раньше, чем мы привыкли понимать современный мир, как мир 20 века. Само понятие появляется еще в какой-нибудь литературе святых отцов церкви про прогресс, например. Но именно к рубежу 19 века происходит какое-то заметное ускорение, которое целиком и полностью меняет весь известный нам мир. Ну, в частности, западный, и меняет культуру и искусство в нем. Что же там такое происходит? То есть, получается, люди начинают осознавать некий разрыв между своей действительностью, актуальной реальностью, и вот той большой некой истории, которая была до этого. То есть, получается, появляется некое ощущение изменившегося мира, собственно, ощущение современности. То есть, что-то изменилось, и вот что именно, в чем выражается это изменение окружающего мира? Во-первых, заметное влияние на жизнь человека рубежа 19-20 века оказал технический прогресс. То есть, если мы говорим о конце 19 века, надо понимать, что у нас есть уже пароход, паровоз, фотография, фотоаппарат. То есть, какие-то технические достижения, которых раньше не было, и которые абсолютно изменили жизнь человека, и, следовательно, его сознание. Постепенно на второй план уходит ручной труд, то есть, как-то жизнь механизируется, включая производство. Поскольку производство, в принципе, одно из ключевых вещей в жизни человека, то, естественно, это так или иначе меняет все вокруг, и искусство отражает эти изменения и также влияет на изменения в жизни. Собственного художника есть всегда выбор – идти в ногу со временем или не подчиняться этому, или противостоять. И вот, как ни странно, в конце 19 века, скажем, появление такого крупного стиля, как модерн, оно было связано скорее с попыткой противостоять течению времени, его ускорению, противостоять прогрессу, и как бы найти свою отдельную нишу такую. В этом смысле, в стиле модерн, в Москве, это, допустим, особняк Рябушинского или гостиница Метрополь, там видно очень большое присутствие зеленого цвета и каких-то флоральных мотивов, цветочки. Это связано с тем, что во многом художникам была не близка идея технологического и технического прогресса вплоть до начала 20 века, и они всячески старались этого избегать. Если говорить об искусстве, значит, модерна. Но, тем не менее, полностью избежать этого не удалось, и так или иначе, вот в творчестве, в частности, английских художников, ну, пожалуй, в числе первых появляются приметы нового века, века научно-технического прогресса. И первое произведение, на котором мы остановимся, это произведение, которое во многом предшествовало вообще всей революции, свершившееся за вторую половину 19 века в искусстве. Это произведение Вильяма Тёрнера, английского художника Вильяма Тёрнера, и работа называется «Дождь, пар и скорость». Эта картина была написана в 1844 году, и на этой работе мы видим такой вот желтоватый туман, и, в принципе, все контуры размыты, за исключением трубы этого паровоза, которая единственная как-то вот акцентированная. Тёрнер, ну, вот это время, это ещё до появления, собственно, импрессионистов, как таковых, он во многом предугадал, что произойдёт в искусстве в ближайшие 20-30 лет, но также каким-то образом он предчувствовал то огромное влияние, которое оказывает, значит, развитие техники на искусство и культуру. И в этом смысле его вот эта увлечённость строящимися тогда, начинающими строиться тогда железными дорогами, она как раз была такой пророческой. И вот это вот, на самом деле, сюжет даже для самого Тёрнера довольно редкий. То есть, если посмотреть весь то, что называется пласт его творчества, там в основном встречаются такие идиллические пейзажи, какие-то околобиблейские мотивы, сцены на море и так далее. То есть, в этом смысле паровоз там затесался как будто бы лишним. Но при этом эта картина обрела громадное значение, поскольку вот практически до него никто не живописал чудеса техники. И в этом вот таком вот довольно романтично-импрессионистском жёлтом тумане вдруг появляется не какая-нибудь предполагающаяся, на первый взгляд, лодочка или парусник, а это быстро мчащийся паровоз, который мчится прямо на зрителя. То есть, вот эта современность, которая надвигается на нас. И в этом есть некоторая такая вот затаённая угроза чувствуется. Во всяком случае, положение зрителя, который стоит практически там на рельсах или рядом, оно как бы такое довольно уязвимое. И во многом, повторюсь и повторимся ещё раз, что художники с опаской посматривали на достижения, прогрессы. И, в общем-то, до сих пор нет какого-то полного точного понимания, что же несёт этот прогресс для человечества. Наиболее ярко и драматично проблема научно-технического прогресса выражена в небольшом высказывании Вальтера Беннимина, философа, в котором он описывает свои впечатления от приобретённой им картины Пауля Клея, немецкого художника начала XX века. Цитата. На рисунке Клея под названием «Ангелу Сновус» показан ангел, который выглядит так, как если бы он удалялся от того, на что он пристально смотрит. Его глаза уставились в одну точку, рот открыт, крылья распахнуты. Так можно представить себе ангела истории. Его лицо обращено в прошлое. Там, где нам видится цепь событий, он видит одну сплошную катастрофу, которая нагромождает руины на руины у его ног. «Ангел хотел бы остановиться, оживить погибших, восстановить разрушенное. Но ураганный ветер, дующий из рая, увлекает его с такой силой, что он не может сложить крыльев. Ветер неудержимо несёт его в будущее, а куча обломков перед ним растёт надо небес. Этот ветер – то, что мы называем прогрессом». Таким образом, прогресс не всегда проходит безболезненно для человечества, для художников-философов, и те так или иначе реагируют на него. Мы уже привели в пример одно из реакционных течений в искусстве. Это модерн. Это стиль, который появился в конце XIX века, и который, наоборот, обращается к природе, использует какие-то растительные мотивы, активно использует орнамент. То есть всё равно таким идеалом и эталоном совершенства остаётся природа, мир флоры, фауны. В дальнейшем это перерабатывается художниками, дизайнерами. Есть то, что называется традиционализм. Это попытка уйти к традициям, отчасти их переосмыслить в области поиска каких-то архетипических вещей. Но об архетипах Юнга мы поговорим, наверное, позже на следующей лекции. Это некоторым вроде такой традиционализм. Есть постмодерн, о котором мы тоже будем говорить. Это такой конец истории, конец современности, который случился не так давно. И там уже линейность времени, которая ассоциируется с модерном, не такая очевидна. И само понятие прогресса тоже остаётся под сомнением. Но вернёмся к модернизму, поскольку это основное направление мыслей, которое объединяет разные течения в искусстве, философии начала XX века. Собственно, сегодня наша лекция выстраивается вокруг понятия модернизма. То есть, что такое модернизм? Понятно, что этимологический модернус от слова современный. И если мы говорим о том, что такое модернизм в искусстве, то надо понимать, что это не какое-то одно конкретное направление, явление или течение – это совокупность довольно большого количества новых явлений в искусстве, которые появились на рубеже XIX-XX века. То есть, это абсолютно разные направления, которые могут быть противоречивы по отношению друг к другу, то есть пропагандировать и манифестировать абсолютно разные ценности, разную систему взглядов и убеждений. И тем не менее, у них есть что-то общее. И, собственно, что общее – это, во-первых, неприятие предшествующей истории искусств, то есть борьба с традиционными ценностями, свержение всего старого, то есть во имя построения чего-то нового и утверждение новых ценностей. Это обязательно такой довольно радикальный и агрессивный отказ от старого. Когда мы будем говорить о постмодернизме, там как раз появится другая черта. Это, наоборот, такая терпимость ко всему, и к новому, и к старому. А модернизм в этом плане довольно агрессивный. На примере мы можем проследить, как формировалась то, что называется модернистская эстетика, на примере каких-то видных деятелей культуры. Скажем, опять же, если мы говорим о стиле модерн, который не является модернизмом, это, наоборот, скорее такое чуть-чуть противоположное течение, то отцом стиля модерн принято считать Уильяма Морриса, известного публициста, философа, теоретика искусства. Уильям Моррис известен тем, что он пытался одновременно организовать некоторые коммуны, которые бы занимались народными промыслами. Что-то похожее у нас в России было в Абрамцево, в усадьбе Мамонтово. Там они делали изразцы, но у Морриса это был текстиль, какие-то обои они делали и так далее. То есть он пытался немножко внести социалистический момент в художественную деятельность. И при этом он, сам того, наверное, не замечая, он дал много предпосылок для того, чтобы потом совершилась вот эта модернистская революция. И вот о чём он говорит. В частности, есть несколько его самых известных цитат. Он пишет, «Не держите у себя дома ничего, что не было бы вам полезным или не казалось бы прекрасным». То есть мы уже сводим всю продукцию всей художественной деятельности к двум вещам – полезной или прекрасной. Больше никак. При этом здесь уже есть какой-то парадокс, потому что не держите того, что не полезно и не прекрасно. Но это ведь тоже не обязательно одно и то же. То есть полезное может быть не прекрасным, а прекрасное – не полезным. То есть внутри этого утверждения уже есть какая-то сложность и противоречие. И в этом смысле как раз дома наши становятся всё более и более пустыми. И, собственно, сама архитектура как раз движется в сторону упрощения и то, что мы уже сейчас назвали минимализмом таким. И, собственно, апофеозом мысли об очищении жилища от бессмысленного украшательства декоративных излишков, стало эссе Адольфа Лаоса 1913 года, которое называется «Орнамент и преступление». При этом Адольф Лаос, в принципе, как и тот же Уильям Моррис, он не причислял себя к таким радикальным модернистам, ничего не старался отрицать, а наоборот, вот у него есть известное тоже его изречение о том, что изменения в традиционной архитектуре допустимы только в случае, если это что-то улучшит реально. То есть, опять же, для него идеалом была традиционная архитектура, которую, в общем-то, можно было и не менять веками, потому что за ней правда, как считал Лаос. Дальше уже отсюда один шаг до известной концепции домостроительства Ле Корбезье. В 1915 году он придумал такую своеобразную ячейку, которую он назвал «Дом Инна», «Домино», которая может использоваться при постройке современных домов. Фактически это то, что мы с вами все хорошо знаем. Это такое монолитное сооружение из колонн и лежащих на них плоскостей. Можно их ставить одну на другую, можно рядом, и из этого получается такой целый многоэтажный город. И этому изобретению или этой концепции Ле Корбезье уже 100 лет. То есть 100 лет фактически мы живем с модернизмом в архитектуре. И он окружает нас повсеместно. Посмотрите на серые блочные дома, которые наверняка находятся в вашем районе и в довольно большом количестве. Таким образом мы проследили генеалогию некоторой модернистской архитектуры и дизайна. Получается, что люди смотрят всегда в прошлое, но несет их в будущее, как этого ангела истории. И они как-то не замечая того, поклоняясь природе, поклоняясь традициям, они все равно выносят вот этот культурный пласт в сферу будущего. Точно так же, как на работе Тернера, современность в виде этого мчащегося паровоза внедряется в живопись. Точно так же и в поэзии постепенно появляются слова, которые характеризуют изменившуюся окружающую человека реальность. Допустим, если мы рассматриваем поэзию Гиома Полинера, то здесь мы уже можем встретить такие слова, как дирижабль, трамвай, трепанация. То есть те явления, которых раньше не было, и которые в принципе не могли существовать в искусстве, теперь они есть, и искусство очень чутко реагирует на изменившуюся жизнь и постепенно вбирает эти новые явления в себя. На рубеже 19-20 века появляются какие-то довольно клишированные представления о тех или иных культурных явлениях, либо об образах города, жизни, которые раньше не существовали и обусловлены именно изменившимся укладом жизни. Например, представление о Лондоне как о городе туманов сформировалось как раз в это время, и на самом деле никаких туманов там не было, а вот этот вот смог, который появился, связан с тем, что в городе появилось большое количество мануфактур, и воздух стал загрязняться, и появился вот этот вот смог. То есть этот романтичный образ туманного Лондона это всего лишь следствие появления мануфактур в городе. Лондонские туманы можно увидеть на картинах Клода Мане, на картинах Уистлера и многих других художников середины 19 века. Эти художники, которых мы упоминали, Тёрнер, Уистлер, Аполлинер, они немного романтизируют вот эту вот современность, пытаются найти в ней что-то прекрасное, то есть вот новое прекрасное, да, прекрасное, современное им, оно такое, но в этом движущемся трамвае, в паровозе, в пароходе, в этом тоже есть красота, это вот такая вот свежая молодая красота их жизни. Одним из ярких примеров модернистского художественного мышления является футуризм. Футуризм происходит от латинского слова «футуром будущее». Идеологом этого направления является итальянский поэт Филиппо Томмазо Маринетти. В 1909 году в газете «Фигаро» Маринетти публикует «Манифест футуризма». И следует заметить, что форма манифеста это, в принципе, такое обязательное явление для всех новых направлений модернизма. То есть все художники хотели как-то заявить о себе, утвердить свою новую систему ценностей, и всё это было оформлено в виде неких манифестов, которые издавались в определённых печатных изданиях. Там была изложена программа. Что касается программы футуризма, именно манифеста футуризма, это такая статья, состоящая из двух частей. Сначала небольшая обводная часть, и дальше тезисы, которые как раз и раскрывают всю суть того, что постулировали эти новые художники, что они хотели и против чего они боролись. Сейчас мы рассмотрим с вами ключевые какие-то тезисы из этого манифеста. Художники-футуристы воспевают современность вот как раз через технический прогресс и через все новейшие достижения цивилизации. И опять же, здесь вот очень большой градус такого прекрасного в этих достижениях. То есть новое прекрасное, оно скорее выражается в несущемся на большом скорости автомобиле или мотоцикле. Художники говорят, что вот, вот это вот новое творение, новое произведение искусства, а не секстинская капелла или джаконда. То есть мир изменился, и вот эта вот скорость, то есть новые возможности, которые появились в новом мире, они как раз и порождают новое прекрасное. Помимо воспевания скорости, важным явлением в мышлении футуризма является образ войны. То есть войны, разрушения, революции, это может показаться довольно странным, но вот сейчас мы приведем в пример несколько цитат, и возможно что-то прояснится. «Мы будем восхвалять войну, единственную гигиену мира, милитаризм, патриотизм, разрушительные действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жалко умереть, и презрение к женщине». То есть, кстати, да, довольно такой, наверное, забавный на современный взгляд момент, но футуристы пропагандировали негалантное, так скажем, отношение к женщине, поскольку в их глазах как раз это был такой способ борьбы с традиционными ценностями, с традиционной этикой, которая уже устарела и не соответствует изменившемуся миру. Далее. «Мы разрушим музеи, библиотеки, учебные заведения всех типов, мы будем бороться против морализма, феминизма, против всякой оппортунистической или утилитарной трусости. До сих пор литература восхваляла задумчивую неподвижность, экстаз и сон. Мы намерены воспеть агрессивное действие, лихорадочную бессонницу, бег гонщика, смертельный прыжок, удар кулаком и пощечину. Мы хотим воспеть человека у руля машины, который метает копье своего духа над землей по ее орбите. Мы утверждаем, что великолепие мира обогатилось новой красотой, красотой скорости. Гоночная машина, капот которой, как огнедышащие змеи, украшают большие трубы. Ревущая машина, мотор которой работает, как на крупной картечи. Она прекраснее, чем статуя Никиса-Мафракийской. То есть здесь мы видим, да, вот это вот восхищение скоростью, восхищение какими-то активными действиями. То есть та же война, революция, которая здесь упомянута, это всего лишь такая концентрированная метафора активности. Человек должен занимать активную позицию в новом активном мире, а не пассивно следовать и принимать свою долю, жизнь, судьбу. Ну и, собственно, если коснуться непосредственно искусства, да, то есть одно дело вот эти вот постулаты, которые мы только что рассмотрели в манифесте футуризма, ну как это все отражалось в их искусстве? То есть это же все-таки художественное направление, да, это не просто там социальный активизм. И одним из самых ярких художников-футуристов был Джакомо Балла. И на примере нескольких работ Джакомо Балла мы сейчас рассмотрим, как эти все постулаты отражались, собственно, в живописи. Потому что одно дело мы говорим о несущемся автомобиле, о скорости, о войне, но когда художник работает с довольно консервативным медиумом, да, с плоскостью, с картиной, как это все отразить и как это представляли себе художники. На картине Джакомо Балла «Динамизм собаки на поводке», который он написал в 1912 году, мы видим, в общем-то, собаку на поводке, да, но при этом не просто собаку, а весь как бы спектр ее движений, которые она совершает на утренней прогулке. И здесь как раз сказывается влияние фотографии очень сильное на живопись. Дело в том, что буквально около 20 лет назад, до появления этой картины, фотографы, в частности, Майбридж был такой человек, занимавшийся фотографией, смог получить раскатуровку различных событий и выявить фазы движения, которые были незаметны для человеческого глаза. То есть только фотоаппарат, фотография позволили узнать какую-то правду о природе. И вот это вот как раз было совершенно потрясающе, потому что это как раз и легло в основу представления о том, что техника и научно-технический прогресс, они могут рассказать как бы чуть больше, чем способен сам человек понять о природе. В частности, можно привести пример из фотографии Майбриджа, когда он снимал лошадь, скачущую лошадь, и только благодаря тому, что Майбридж смог получить раскатровку просто вот по долям секунды бега лошади, человек впервые увидел, что в беге лошади есть такой момент, когда она всеми четырьмя ногами полностью отрывается от земли. То есть до этого никто об этом не знал, потому что человеческий глаз не способен воспринимать такую частоту изменения движений, а фотоаппарату это под силу, камере под силу. Таким образом, техника позволила человеку как-то расширить свои представления об окружающем мире. И уже основываясь на этом, многие художники как бы пересматривают свои отношения к технике, к прогрессу и видят скорее в этом какой-то потенциал для раскрытия своих творческих возможностей. И вот это, возвращаясь к работе Джакому Баллу, там как раз видно, насколько тесно соприкасается вот этот фотографический метод получения раскатровки с творчеством. Художники, так сказать, на ура перенимают достижения своих коллег-фотографов и пытаются их применить в живописи. Еще одна знаковая работа Баллы называется «Линии и динамичные исследования полета ласточки». То есть тот же принцип, собственно, что мы видим? Мы видим какой-то набор движений, то есть эти все линии, они довольно так четко артикулируют какое-то движение, но при этом, что это без названия мы не можем идентифицировать, но тем не менее, автор говорит нам, что это вот, собственно, траектория и динамика полета ласточки. То есть эти две работы «Собака на поводке» и «Полет ласточки», здесь мы видим, что художник еще черпает вдохновение, имеет интерес к движению в окружающем его мире, то есть как двигаются животные, как двигается человек. А следующие работы, буквально, которые появляются через год-два после этих, они показывают нам уже интерес художников в скорости в движении как таковом. То есть следующая работа называется «Абстрактная скорость», это 1913 год, то есть здесь уже у нас нету конкретного узнаваемого предмета, явления человека или животного, это скорость, которая прекрасна сама по себе. Следующая работа – «Абстрактная скорость и звук», то есть здесь уже появляется еще и звук, вот две такие удивительные абстракции, которые прекрасны сами по себе. Еще одна работа, наверное, достойная внимания, называется «Война», это 1916 год. Мы упоминали как раз, что художники-футуристы были очарованы образом войны, поскольку видели в ней возможность каких-то активных действий. И, собственно, если мы посмотрим на эту картину, это не совсем картина, это частично калаш, то здесь мы не можем опознать какие-то знакомые для нас образы войны, военных действий, сражений. Здесь опять нет ничего, по крайней мере, мы с трудом можем догадываться. Может быть, это какая-то фигура или что это такое. Но здесь есть вот некое движение от чего-то похожего на шестеренку, то есть несколько каких-то больших, довольно активных, сочных фрагментов, которые как-то, в общем, двигаются, крутятся. Единственное, в общем, что там мы видим, это вот некие нестатичные элементы. Футуризм оставил, конечно, неизгладимый след в современном искусстве и стал одним из направлений, которые прочно теперь ассоциируются с модернизмом, но другими он был как бы воспринят только лишь частично по причине своей, по части, воинственности. Потому что представители других направлений, там, кубизма или дадаизма и позже сериализма, они, в общем, были открытыми пацифистами. В этом смысле они как бы старались себя не марать, вот эта вот футуристическая эстетика, и как бы никаких культурных связей с итальянцами практически не было. Футуризм закончился тем, что перешел в некоторый такой вариант декоративного какого-то прикладного искусства. и, в общем-то, уже к 20-м сошел со сцены, вступив в место более конструктивным, более позитивистским таким направлениям, ну, из разряда конструктивизма того же, или того, что пропагандировала школа Баухаус. Из течений, которые были приблизительно в одно и то же время с футуризмом, важно выделить ещё одно, о котором, конечно же, мы не можем не упомянуть, это кубизм. Хотя родоначальником кубизма считается, в общем-то, Пикассо, который первый там начал рисовать картины в этом стиле, во многом его достижения и его находки в области кубизма, они были подсмотрены у его старшего товарища, у Сезана, который сформулировал многие принципы, которые легли позже в основу кубизма. В частности, Сезанн писал, «Всё в природе лепится в форме шара, конуса и цилиндра. Если вы научитесь владеть этими формами, вы сделаете всё, что захотите». Таким образом, если буквально понимать вот это вот пожелание и предложение Поля Сезанна, то тут один шаг до создания кубистической работы, собственно, которую и сделал Пикассо. И первой кубистической работой считается большое полотно «Авеньонские девицы», написанное в 1907 году. Полотно изображает обнаженных женщин в разных ракурсах и во многом повторяет какие-то мотивы из более ранней работы Поля Сезанна «Купальщица». Что такое авеньонские девицы? Это обитатели борделя трактира на улице Авеньон в Барселоне. Их лица, напоминающие по форме африканские маски, популярные в то время в Европе, обращены к зрителю и гипнотизируют его своим глубоким взглядом. В картине уже проявляются отчётливо методы кубизма, которые сводятся не только к рассмотрению мира через геометрические фигуры или плоскости, но ещё к существованию одновременно в пространстве холста разных проекций изображаемого предмета. Скажем, у одной из девушек мы одновременно видим и спину, и лицо, что совершенно не характерно для изображения предыдущих эпох. Это и есть самая характерная черта кубизма, по которой мы всегда можем определить принадлежность к этому направлению. По сути, именно кубизм дал развитие новой большой истории искусств, которая постепенно вывела изображение из плоскости в трёхмерный мир. Всё это началось с, собственно, пока ещё плоскостных изображений на картине, то есть кубистическое изображение показывает предмет одновременно с нескольких сторон, но это всё ещё плоскость картины по-прежнему. Постепенно художникам становится тесно в пространстве картины, и они начинают использовать какие-то другие материалы, ещё более связанные с окружающим миром. Так появляется калаш, то есть работа с какими-то плоскостными материалами, бумагами. Пикассо время от времени добавляет, вклеивает прямо внутрь картины какие-то куски обоев, бумаг, газет. Следующий виток — это появление ассамбляжа. Ассамбляж — это почти то же самое, что и калаш, но только с использованием трёхмерных материалов. То есть кусок дерева, спинка стула, трубка, пачка сигарет, любой предмет, который окружает художника, который находится в его мастерской, он постепенно внедряется в это произведение, становится его частью. То есть картина, которая ещё год назад была плоскостью, теперь в ней есть некий элемент скульптуры. И постепенно всё искусство XX века будет развиваться таким образом, что картина будет выходить из своей плоскости и превращаться в трёхмерный объект. То есть от картины через ассамбляж, через какой-то отдельный объект, ready-made, который мы будем говорить, когда коснёмся дадаистов, всё это постепенно переходит к инсталляции и в итоге к тотальной инсталляции. Несмотря на то, что Пикассо открыто был пацифистом, презирал войну, сохранилось такое забавное свидетельство Гертруда Штайн относительно начала Первой мировой. Они шли с Пикассо гулять по Парижу и мимо проехал один из первых грузовиков, раскрашенных в цветах камуфляжа. И тут Пикассо онемел, посмотрел на этот грузовик и сказал, что это оно, это мы сделали, это кубизм. И таким образом Первая мировая, она, как ни странно, послужила к раскрытию каких-то возможностей, заложенных в кубизме, связанных с возможностью преломлять пространство, играться с ним и создавать различные мнимые поверхности внутри холста. То есть сейчас мы скажем несколько слов об утилитарной стороне кубизма и как действительно вот эти все новые наработки художников использовались на практике нигде-нибудь, а на войне. То есть если мы обращаемся к такому явлению, как камуфляж, который всем нам известный, вроде бы никогда никаких вопросов по этому поводу не возникало, на самом деле кто-то тоже ведь когда-то его придумал. Сейчас мы упомянем двух художников, которые повлияли на историю камуфляжа и один из них даже запатентовал камуфляж. Собственно, первый художник это Баранов Росине. В принципе, для истории искусства он интересен лишь тем, что он очень часто менял свои стили, то есть все время вдохновлялся различными направлениями, течениями художниками, каждый раз подстраивался под них. И второй момент, которому он интересен, он запатентовал камуфляж. В 1939 году художник получил патент на камуфляж, который назывался поэнтилистический динамичный камуфляж. Собственно, это камуфляж-хамелеон, который пятнистый подстраивает одежду человека или раскраску какой-то техники под окружающую среду. А второе явление, связанное с камуфляжем, которое в нашем случае даже более интересно, потому что оно напрямую наследует или использует достижение кубизма, это камуфляж, который называется ослепляющий камуфляж. Ну то есть здесь не в том смысле, что он как-то ослепляет или мешает нашей функции зрения, а в том смысле, что он нас дезориентирует. Это такой вид камуфляжа, который прежде всего использовался для раскраски боевых кораблей. И в чем суть? Корабль раскрашивался таким образом, что непонятно было, какой он формы, куда он двигается, в каком направлении, потому что на его поверхность наносились крупные черно-белые полосы, которые преломлялись совершенно в самых неожиданных местах. И если ты видишь этот корабль на воде, ты даже не понимаешь, где у него какая часть, в какую сторону он плывет вообще, что это такое, куда бить. Этот камуфляж изобрел художник Норман Уилкинсон. До этого в основном он занимался изображением морских пейзажей, то есть он сам по себе кубистом не был, но именно искусство кубизма вдохновило его на создание вот такого вот способа раскрашивать, маскировать корабли. Естественно, этот камуфляж использовался только в Первой мировой войне, потому что потом появились всякие устройства, которые позволяли вычислить корабль, его местонасхождение, расположение более точно, и там уже как бы визуально нельзя было ничего замаскировать. Тем не менее, в Первой мировой войне это было очень актуальное изобретение. Одним из главных результатов сотрудничества Пикассо с балетом Дягилева и русскими сезонами становится балет-парад. Это такое знаковое произведение первой половины 20 века, потому что к созданию этого балета приложили руку просто невероятное количество величайших художников того времени. Собственно, музыку написал Эрик Сати, хореографию поставил Леонид Мясин, Кокто вместе с Пикассо работали над костюмами. И вот здесь стоит обратить внимание на то, что мы говорим о балете, да, на тот момент уже появился танец модерны, как бы новые формы танцевального искусства, но что такого особенного было в параде? Все артисты танцевали в кубистических костюмах. То есть это были такие большие, по сути, картонные коробки, которые, естественно, очень сильно сковывали движение. И получается, в данном случае вот этот вот кубистический костюм, он создавал как бы новую хореографию. То есть таким образом на сцене рождался новый балет с новой пластикой, которая так или иначе была обусловлена вот этими кубистическими костюмами. Говоря о кубизме, невозможно не упомянуть еще одну работу Пикассо, которая стала апофеозом и, наверное, завершением этого стиля и его присутствия в современном искусстве. Это работа 1937 года Герника. Работа описывает события, произошедшие в Испании во время гражданской войны, когда Франко пытался устроить военный переворот и свергнуть республиканское правительство. Каталонский город Герника не уступил натиску войск Франко, за что жестоко поплатился. Город практически в одночасье был уничтожен налетом бомбардировщиков. Ну и горел еще какое-то время. То есть просто его стерли с лица земли. Новость об этом облетела всю Европу и очень сильно задела Пикассо. Художник решил, что он обязательно должен изобразить этот сюжет. И так появилась Герника. Теперь посмотрим на саму картину. Если мы присмотримся, то мы обратим внимание, что под потолком изображена электрическая лампочка, а это свидетельствует о том, что действие происходит в каком-то темном помещении, а именно в подвале, куда спрятались люди и животные во время того, как упала бомба. Люди покалеченные, их лица искажены ужасом, они кричат, их тела деформированы, там есть какие-то оторванные конечности. Отчетливо видна женщина, лицо которой искажено в крики ужаса, в руках она держит тело мертвого ребенка. С этой картиной связана одна относительно курьезная история, которая характеризует смелость и постоянно присутствующее чувство юмора у Пикассо. Картина выставлялась на Парижской выставке Всемирной в 1937 году, где, кстати, был наш павильон с рабочим и колхозницей впервые представлен. Собрала совершенно разные отзывы. Кто-то говорил, что это худшее произведение, кто-то говорил лучше, сам Пикассо говорил, что многого я наслушался про Гернику и от друзей, и от врагов. Но в целом отзывы потом скорее были положительные. И вот в 1940 году, когда уже во многих странах в Европе к власти пришли про фашистские какие-то силы, Пикассо пришлось держать ответ. К нему постучались, пришли люди в форме, и увидев на его столе открытку с Герникой, с этой выставки, они спросили, это вы сделали? На что Пикассо ответил, нет, это вы сделали, хотите, возьмите на память. И вот на этой такой трагикомичной ноте мы заканчиваем первую лекцию и переходим к следующей про сюрреализм.